Недавно в нескольких религиозных колледжах Соединенных Штатов возникли разногласия по поводу политики в отношении ЛГБД. 12 сентября произошел новый драматический поворот на одном из самых яростных полей битвы Сиэтл-Соединенные Штаты Америки. Группа студентов, преподавателей и персонала Христианского университета подала в суд на руководителей попечительского совета за отказ отменить политику занятости, запрещающую людям, состоящих в однополых отношениях, работать на полную ставку в университете. Иск поданный в высший суд штата Вашингтона требует, чтобы ответчики, включая временного президента университета Пита Менджереса, были смещены со своих должностей. В иске содержится требование выплатить экономический ущерб, в размере который будет определен судом присяжных, всем, кто пострадал от политики найма ЛГБДК. «Напряжение ощущалось и на выпускном вечере в университете 12 июня, когда десятки студентов протестовали, вручая дипломы Менджересу, вместо того, чтобы пожать ему руку, также с флагами гей Прайда», сообщает религиозная сеть Европе 12 сентября 2022 года. Мир вам, братья и сестры, христиане! Вы видите признаки конца времени. Мало того, что в христианской стране, в Соединенных Штатах Америки, дается очень большая свобода ЛГБДС-сообщества. При этом не только в общегосударственной школе, пусть в частной школе, а именно в христианской школе, в христианском колледже, то есть это специализированный колледж, который специализируется, можно так сказать, на христианских ценностях, которые прямо запрещают мужеложество и лесбиянство. Со стороны многих студентов, которые должны быть христианами, преподавателей, возник спор, подали в суд на руководителей этого колледжа с тем, чтобы разрешить работать людям, которые относятся к ЛГБДС-сообществам. Я так понимаю, что там так уже немножко разрешали подрабатывать, но на целую ставку полностью быть в штате колледжа не разрешалось с тем, чтобы, мало того, сместили руководящего этого колледжа, чтобы выплатили экономический ущерб. Вы понимаете, братья и сёстры? И это требование опять-таки студентов-христиан, преподавателей-христиан направлено против своих же христиан, например, руководителей колледжа, в защиту ЛГБДС-сообществ, в защиту греха и людей, которые придерживаются грехов. Мало того, что они, говорю, заполнили, например, уже вообще государственные школы, школы, например, частные другие школы, но даже уже в христианскую среду они пытаются внедриться вовсю и там уже руководить. Понимаете? Я говорил не раз, что вот это движение, что происходит, братья и сёстры, вроде бы как бы в защиту своих прав, но вы поймите, мы читаем в Слове Божьем Содом и Гаморра, как люди, люди, которые были сторонники мужеложства, как они просто в наглую действовали, братья и сёстры. Они пытаются взять власть, они пытаются руководить, а не просто, чтобы с ними считались. Должна быть твёрдая позиция. В христианской среде, в христианском колледже, если вы придерживаетесь позиций, которые не отвечают Слову Божьему, идите ищите работу в другом месте. Или, по крайней мере, здесь мы вас не примем на работу. Это нормально, братья и сёстры. Знаете, если мы понимаем, что на фабрике нужен специалист, знающий хорошо компьютер, а он не знает компьютер, и мы его не возьмём на работу, то разве это уже ущемленит человек? Это христианский колледж. Видите, что делается? Бодрустым велико, братья и сёстры. Аминь. Подписывайтесь на канал «Любящий истину», основной канал, и также на канал «Любящий истину-2», где тоже есть немалое количество полезных для вас проповедей. Аминь. Подписывайтесь на канал «Любящий истинский колледж». Подписывайтесь на канал «Любящий истинский колледж»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...